3 триллиона рублей на школы. Правительство в следующем году запускает программу содействия созданию в регионах новых мест в общеобразовательных организациях. Программа рассчитана на 10 лет до 2025 года. Планы на ближайшее десятилетие по модернизации и при необходимости строительства новых школ с регионами в ходе селекторного совещания обсудил премьер российского правительства Дмитрий Медведев. В нем приняли участие и глава нашего округа Игорь Кошин и профильный заместитель губернатора Галина Медведева. «Это сверхмасштабный проект, поэтому нужно четко понимать, как обстоят дела в конкретном регионе, потому что ситуация отличается», указал председатель правительства Дмитрий Медведев. «Каждому субъекту федерации предстоит разработать собственную программу с учетом своих потребностей. Где-то достаточно просто отремонтировать большинство зданий, где-то предстоит возводить новые объекты. Должное внимание придется уделить и техническому оснащению школ. При этом глава Кабмина еще раз особо обратил внимание регионов. Суть программы не в том, чтобы освоить как можно больше средств, зациклившись на строительстве новых объектов. Ключевое слово – модернизация, которая предполагает в первую очередь ремонт существующих зданий». «По предварительным оценкам на выполнение программы в течение последующих 10 лет потребуется почти 3 триллиона рублей. Из них около 2 триллионов может потребоваться из федерального бюджета. За счет этих средств должно быть создано более 6,5 миллионов мест в общеобразовательных организациях по всей стране. Нам нужно разработать механизм реализации программы, софинансирование расходных обязательств субъектов федерации». Деньги, выделенные для этой программы, нужно ценить на вес золота, предупредил премьер власти на местах. В 2016 году на поставленные задачи потребуется около 50 миллиардов рублей. Главная цель программы – создание достойных условий для учебы российским школьникам, в частности, перевод всех школ на обучение в одну смену и модернизация зданий. В Ниницком округе в данной сфере две болевые точки – переполненность городских школ и ветхое состояние части сельских. Так, например, в школе номер 3 Наринмара обучается 560 детей при вместимости здания в 300 человек. К сожалению, решить разом эту проблему невозможно, так как строительство новых зданий в условиях Крайнего Севера очень дорогостоящие мероприятия, отметил Игорь Кошин. Именно поэтому сейчас округ избавляется от неэффективных трат, чтобы планомерно обновлять фонд учебных заведений.